Ну что ж, дорогие друзья, начинается поединок, напомню, 6 раундов в первом среднем весе. В первом среднем весе Никита Мирошниченко в красных перчатках, в таких кислотного цвета боксерках, я бы сказал, и его соперник Евгений, простите, Иван Иванов. У Ивана одна победа, 9 поражений, 8 из них досрочных. Победа по очкам, 36 лет, у нас здесь такая классическая ситуация. Ну, бой делается, скорее всего, под Мирошниченко, он простэк, молодой, не имеющий поражений, 6 побед, одна досрочная. И одна победа, 9 поражений у Иванова. В общем, Джорнимен против Проспекта, опыт против Молы, 36 лет, Ивана Иванова. Ну и сразу занимает центр ринга Никита Мирошниченко и начинает потихонечку поджимать, поджимать Ивана Иванова канатом, лишать его пространства и выбрасывает удары. Вот такой, кстати, интересный факт. Никита Мирошниченко начал свою профессиональную карьеру не где-нибудь, а в США. И в дебюте победил техническим нокаутом в третьем раунде американского спортсмена Шона Хмёрса. Затем Никита выступил в ноябре 2015 года в Москве и победил по очкам Андрея Полякова. Ну, в основном у Никиты Мирошниченко оппозиция – это ребята с отрицательным соотношением побед и поражений. Вот единственный предыдущий поединок у него был Адам Нальгеев. У Адама рекорд был на момент поединка. Одна победа, одно поражение. Ну, мы видим, поджимает, поджимает Мирошниченко своего соперника канатом и расстреливает его практически на выбор. Серийно бьет по корпусу. Ну и в таком не очень хорошем положении окажется, конечно, Иван Иванов. И если так будет продолжаться, то, возможно, всю дистанцию, скорее всего, поединок не продлится. Да, несмотря на то, что у Никиты Мирошниченко лишь одна досрочная победа, пропущенный тоннаж может сказаться. И Иван Иванов из девяти поражений восемь раз проигрывал досрочно. Это, в общем-то, такой показатель, я считаю, на мой взгляд. Не менее, сейчас мы видим, Иванов огрызается. И так иногда позволяет ему на Мирошниченко попадать. Не менее, Никита подавливает, но нужно больше, больше, больше бить, на мой взгляд. Вот, да, здесь хорошо. В принципе, Мирошниченко все видит. Да, здесь вот проходит у него прямое справа, сквозь перчатки практически. Продыряет защиту соперника. О, здесь двойка по куру. Сразу видно, что выше своего соперника по куру. Никита Мирошниченко классом. Да, но тут вопрос, насколько амбициозен в этом бою Иван Иванов. Насколько он хочет убереться, скажем так, и не дать себя побить просто так. Совершенно погласен с тобой коллега. Иван Иванов, метр-75, в районе города Харькова. Человек проживает в Москве. Дебютил он в профи-ринге. Знаете, в далеком, для многих уже в далеком 2002 году, в марте месяце, в Харькове, самое что удивительное, история не сохранила имени и фамилии его соперника. Вот на бокс-реке так и стоит. Дебют против неизвестных бойцов. И вот у неизвестного бойца выиграл по очкам. Их равно стоит Иванов. Ну а затем начались печали и гористи в профессиональной карьере Ивана Иванова. Начал проигрывать один бой за другим. И очень часто досрочно. Но при всем при этом он остается в ринге. Мы видим, он продолжает выступать. И вполне возможно, такие амбиции есть у этого бойца. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, кстати говоря, проигрывал Евгению Никитину. Евгения мы с вами видели в поединке с Данилом Ерофином буквально недавно. Проигрывал техническим нокаутом в третьем раунде. Если бой, который проиграл Иван Иванов по очкам, состоялся в апреле 2004 года. Проиграл он тогда Никите Лукину в шестираундовом поединке. Так что для Иванова это третий шестираундовый бой в карьере. После поражения Никиты Лукина он проиграл Евгению Страусову. В сентябре 2004 года проиграл техническим нокаутом в третьем раунде с шести запланированных. Потом был перерыв в карьере. Целых девять лет не боксировал Иван Иванов. И вернулся в дело в октябре 2013 года. Провел поединок в октябре и поединок в декабре 2013 года. Оба раза проиграл. Оба раза проиграл досрочно. И вот опять вернулся в ринг. В июле 2016 года, как я уже упоминал, он проиграл Евгению Никитину. И затем в августе 2016 года проиграл Достомбеку Турдиеву. И теперь поединок против Никиты Мирошниченко. Но из того пока что мы видим, как очень плотно разбивает, разбивает своего соперника Никита Мирошниченко. Время от времени пытается что-то противопоставить ему Иван Иванов. Но пока этого в крайней степени мало. И, скажем так, практически на выбор. Да. Бьет. Хорошо сейчас попадает Мирошниченко. Мирошниченко. Никуда не торопится. И Иванов ему позволяет практически все. В полной свободы действия. Он свободно подходит на удобную для себя дистанцию. И выборочно расстреливает. Пока только перекрывается в глухую защиту Иван Иванов. Но это очень долго продолжаться не может. Ну, хотя мы смотрим второй раунд. Вот здесь решил поработать Никита Мирошниченко контрпанчером. Проход у него двойка по корпусу. И опять правым боковым встречает Иванова. В сторону не иди назад. Вы слышите угловых, скорее всего, это угловые Мирошниченко. Призывают они Никиту больше делать сайдстепов. О, хорошее попадание. Да, через руку попадает. Начал доставать Никита Мирошниченко. Прошу прощения. Да, Иван Иванов его соперник. Снова попадает справа. Да, на мой взгляд, здесь, грубо говоря, дело времени. То есть, вот этот тоннаж пропущенных ударов, пускай даже бойца, который не является записным нокаутером, все равно на Иванове будет сказываться и сказывается. Да, и вопрос досрочный. Победы Никиты Мирошниченко только в том состоянии. Сколько выдержит? Вот это. Да, Иван Иванов. Хотя это борт. Смотрим, что неудобно. Красного мультика. Непобежденный. В принципе, все, что хочет Мирошниченко. Просто сколько хорошо это у нас в целом Мирошнике. А что мы свободны? Иванов ничего не запрещает. Да, он плотно перекрышит. Почканечку плясится от своего соперника. В общем, сейчас на повторе Витов напудряется иногда пропускать. Попадает он чаще. Пропускает. Ну и, собственно говоря, как бой вылезал на бумаге, да? Явно говорит, и явно понятно. Пока примерно то же самое, да, в ринге абсолютно верно. Экранизация бумаги у нас происходит практически по сценарию. Так можно выразиться. И так, третий раунд, дорогие друзья. У нас первый средний вес весовая категория до 69 килограммов. 900 граммов. Никита Мирошниченко против Ивана Иванова. Никита Проспект. Молодой, 22 года, 6 побед. Но у них их поражение одна досрочная. Из Новосибирска. И Иван Иванов, ветеран. 26-летний ветеран. 6 поединков, одна победа, 9 поражений. У Ивана Иванова. Он пониже рост, он черных кричат. Ну и посмотрите, пошел, пошел в третьем раунде вперед Иван Иванов. Вот те его попытки идти вперед уже увенчались таким локальным успехом, я бы не сказал. Больше, наверное, удалось ударить навстречу, несколько раз попасть Никите Мирошниченко. И снова начал уходить назад Иван Иванов. Не смог он удивить своими атаками, своим напором соперника. Мы видим, да, что хозяин положения в риме Никита Мирошниченко. Хороший апперкот проходит. Но вот будь у него, возможно, побольше динамида в перчатках, бой бы уже закончил. С другой стороны, для Никиты, может быть, возможность подышаться всю дистанцию, хотя его уже три шестеравных поединка в карьере, как бы, пришли в дистанцию. Может быть, ему как раз-таки Иванова специально подобрали с целью, что улучшит процент досрочных побед, такое тоже случается. Матчмейкеры, когда подбирают пару, естественно, они исходят из определенных критериев. В том числе, если есть выбор между кандидатами на поединок для проспекта, естественно, они смотрят уже на статистику, смотрят на предыдущие поединки, на процент досрочки, победы, поражений и так далее и тому подобное. Вот это такие прописные истины. Никита Мирошниченко очень часто бьет левый крюк по корпусу, но пока держит плотно локти на месте Иван Иванов. Но тут при таких атаках возможно даже пробить через локоть. Ну, все зависит, конечно, от того, какой ударной силой обладает Никита Мирошниченко. Да, он сточен, сконцентрирован. Правда, иногда кое-что удается Ивану Иванову. Но это те моменты, когда уж действительно сильно заряжается на атаку и очень откровенен Никита Мирошниченко. О, хороший сейчас. Плотный левый боковой, да, тут же правый прямой, еще одна оттуда попытка. Прекрасная работа. Прям каждый вколачивает удач от Никита. Внимательно смотрит рефери Сергей Летунов. Если так все будет продолжаться, безответные такие атаки, то рефери может и остановить поединок. Я прошу прощения за... Да, да. Практически вот под твои слова коллега решил Сергей Летунов, что хватит с Иваном Ивановым. Я считаю это абсолютно правильно. Беспорит Иванов. Друзья, я говорил, говорю и буду говорить от тех, кто не прослялся, что главное китерий, главное китерий, это здоровье боксера. Главное китерий, аж может быть, первый китерий. И если кому-то что-то не нравится, друзья, рефери виднее. А переводит практически всегда, да, рефери здесь прав. Ну а мы посмотрим повтор, момент повтора, когда поединок был остановлен. И ждем официального объединения победителя. Уважаемая публика, победа в третьем раунде. Вторая минута, 59 секунда. Рефери остановил поединок. И победа присуждается техническим охотом Никиты Мирошниченко. Поздравляем Никиту Мирошниченко. Теперь его противной список. Семь побед, две досрочных. В любом случае, уважительно, очень хорошо.